Есть более глобальные, как бы, ну, мечта не мечта, но более глобальные идеи, что касается камней вашего бизнеса в Печенском районе. У нас, кроме того месторождения, где я работаю, еще есть порядка 5-6 месторождений цветных камней. Вот эти все месторождения, они сегодня не разрабатываются никем. Ну, а во время войны Великой Отечественной два карьера, насколько я знаю, голубых гранитов Ленинхамария и красных гранитов Райковский, разрабатывали немцы, а у нас все стоит. Вот это вот непонятно. 150 рабочих мест в Печенском районе как будто бы никому не нужны. Камень природный как будто никому не нужен. Хотя мы на сегодняшний день завозим в Мурманскую область, камень частично с Карелии и частично с Китая. В Китае камень есть очень хороший, но он очень дорогой. Но нам, в Россию, наши предприниматели возят самый плохой камень, самый дешевый. Это естественно, потому что на нашем рынке нет экспертного совета по камням. Вот привозят камень, говорят, он хороший. В областной думе, кто ходит туда, фундамент областной думы облицован серым гранитом, который якобы поставлен из Челябинской области, но там такого камня нету, поминей не было никогда. Он привезен в Китай, и это один из самых дешевых камней китайских, водопоглощающих. Кто посмотрит, такие темные пятна на этом камне образуются при небольшой оттепеле. А при морозе образуется лед, и он отталкивается. И порядка 21 плитки я насчитал только в этом году, которые уже отлипли от фундамента и выпадают. Таких примеров много даже в Мурманской области. Работа с камнем – это специфическая работа и требующая определенных навыков. А специалистов такого плана все меньше и меньше, потому что те, которые занимаются реально этой работой, они вытеснены сегодня с рынка. Продолжение следует...